В Человеке, Муравье и Осе – личное всё. Маленький фильм большой вселенной является концентрацией историй без как такового злодея. Просто персонажи делают всё, чтобы попасть домой и сохранить себе жизнь. Ставки сиквела не такие уж и высокие, однако сами по себе истории персонажей длятся уже несколько лет, и мы говорим не только про тех, кто указан в названии фильма. Второстепенные персонажи тоже очень важны, и вы могли этого не заметить, но вполне вероятно, что именно они повлияют на будущее киновселенной. Мы расскажем о второстепенных персонажах, которые заслуживают большего внимания. Кэсси Лэнг Дочь Скотта Лэнга, Кэсси – наиболее ценный персонаж фильма. В одном из самых трогательных моментов 10-летняя девочка говорит, что хочет стать супергеройским напарником своего отца. Но это предложение он отвергает. Во всяком случае, пока. В комиксах Кэсси всё-таки становится супергероем и работает как сама по себе, так и с юными Мстителями и носит имена Высота и Стингер. Как и отец, она умеет менять размер, используя уже известную нам технологию изменения размеров, придуманную Хэнком Пимом. Так почему комиксная история Кэсси так важна для киновселенной? Потому что глава студии Кэвин Файги открыто заявил, что компания сеет семена для потенциального прихода юных Мстителей. Он сказал, вот почему нам было важно, чтобы Кэсси вдохновилась отцом. Причём это вдохновение окупится раньше, чем мы думали. Marvel заявили, что в Мстителях 4 Кэсси будет играть 16-летняя актриса. Получается, вдохновлённые героини уже совсем скоро получат минуту славы? Судя по всему, да. Элиас Стар Элиас Стар – не просто какой-то левый чел из флэшбека. Этот лысый мужик стоит за взрывом во время квантового эксперимента, из-за чего Призрак получил свои силы. Мы симпатизировали его фигуре в фильме, но в комиксах дела обстоят иначе. Его представили в 62-ом в Tales to Astonish. Это гениальный злодей, которого мир знает как яйцеголова. Он был крайне одержим целью победить Человека-муравья и Мстителей. Эта история в фильме не раскрывается, однако злоба Элиаса на Хэнка Пима перешла по наследству его дочери Эйви, которую мы знаем как Призрака. Она имеет серьёзный зуб на Пима из-за смерти родителей. А это серьёзная отсылка на поведение Элиаса, потому что в комиксах Эйви не существует. И кстати говоря об этом. Призрак Это не просто мистический персонаж фильма Человек-муравей и Оса. У неё нет времени на болтовню, потому что она занята попытками спасти себе жизнь и придумать, как контролировать своё состояние, пока оно её не уничтожило. Её мотивация – стремление жить. Поэтому она – самый привлекательный злодей киновселенной. К началу титров её исцелили, и Скотт говорит о ней как о нашем новом Призрачном друге. Это открывает для неё возможность превратиться из злодея в героя. В киновселенной уже было нечто подобное с Баки Барнсом. В комиксах Призрака зовут не Эйва, и это вообще мужик. Имя комиксного Призрака до сих пор не раскрыто, хотя представили его в качестве злодея в 1987-ом в комиксе про Старка. Постепенно он присоединился к Громовержцам, после чего пропал навсегда. Призрак пережила фильм Человек-муравей и Оса, и фанаты обсуждают вероятность того, что она даст старт команде Громовержцев. Мы не знаем, случится ли это или нет, но кусочки этого пазла в фильме есть. В комиксах основателем команды был Барон Зема. Этот персонаж не только появился, но и пережил противостояние. Джимми Ву Сложно поверить в то, что у агента ФБР Джимми Ву, который появился в Человеке-муравье и Осе, крайне длинная история. Его представили миру ещё в 1956-ом, и теперь понятно, почему он так уверен в себе. Ву – настолько древний персонаж, что был создан до того, как Марвел стали компанией. Он впервые появился в серии Atlas Comics про китайского суперзлодея Жёлтого Когтя. Так себе имечка, надо сказать. – Эй, это сложный, да? – Это сложный. Когда Атлас переросли в Марвел, Ву приклеился к организации Щ.И.Т. в качестве агента. Но Марвел не забывали о его атласных корнях. Однажды они поместили его в центр новой команды Агенты Атлас в 2006-ом. По сути, там были ретро-герои из 40-х и 50-х. Забавный стиль Ву в Человеке-муравье и Осе является отсылкой на эпоху его происхождения. Он держится за правила, которые крайне осложняют жизнь Скотту Лэнгу, одному из важных героев планеты. Который, чисто технически, ещё и преступник. Капитан Дэниэл Гублер Капитан прогулочного судна для наблюдения за китами – это комик Тим Гейдекер. Его персонаж не из комиксов. Это просто прикольное камео. Оно берёт начало в сатирическом шоу отзывов на фильмы On Cinema at the Cinema, в котором Гейдекер и Теркингтон являются ведущими. Однажды к ним зашёл режиссёр Человека-муравья Пейтон Рид. После этого Теркингтон сыграл менеджера Баскин-Робинс, и оба они начали соревноваться в плане игры камео в фильмах Марвел. В 2015-ом Тим Гейдекер сыграл мелкую роль в перезапуске Фантастической четвёрки 2015-го года. – Я полностью понимаю, почему ты бы хотела быть в этом, почему бы вы платили $15,000, чтобы получить камео в фильме. – Мы не так. – Да. Теперь Тим взял верх по количеству камео, появившись в Человеке-муравье и осе. И это хорошо дополнило и без того забавную сцену. Билл Фостер Лоуренс Фишборн играет Билла Фостера в Человеке-муравье и осе, и он был антагонистом около пяти минут. У него был зуб на Хэнка Пима, но он ушёл в другое русло. Профессора представили как бывшего партнёра Пима, который работал с ним над проектом Голлиаф. Однако не говорится о том, что Голлиаф – это бывшая супергеройская альтер-эго Хэнка. Хотя Фостер тоже был Голлиафом. После работы с Хэнком Пимом Фостер получил способность увеличиваться в размерах благодаря Пим-частицам. Позже он начал карьеру борца с преступностью в эпоху эксплуатации Чёрных и стал героем Чёрным Голлиафом. Позже он взял себе имя Гигантский Человек, а потом просто Голлиаф. Билл Фостер не демонстрирует свой размер в сиквеле Муравья, однако он точно умеет это делать, и это может пригодиться в будущем. Учитывая, что не показали, как Билл рассыпается в пыль, Скотт застрял в квантовом мире, а Хэнка, Дженет и Хоуп не стало, он может быть полезен в борьбе против Таноса.